Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Прекрасная погода, не правда ли? Когда состоялась премьера вот этого моего видео о хронических запорах, я, конечно, не ожидал, что настолько много будет каких-то злобных, желчных комментариев под этим видео, недовольных людей, порой бестактных, сколько незнакомых людей станут обращаться на «ты», фамильярничать и бестактно спрашивать меня о каких-то личных вещах или даже откровенно хамить. Продолжают поступать новые комментарии в духе «А почему так нудно, так затянуто? Мы тебе не студенты, чтобы слушать вот эти сложные лекции?» Всем попытки объяснить ситуацию, как-то оправдаться, что, во-первых, данное видео носило скорее мотивационный характер, нежели информационный, и создавалось умышленно длинным, чтобы объяснить доступными словами наиболее типичные механизмы формирования запоров, и на основе этих уже знаний, чтобы люди взглянули по-другому на эти три уже известных всем рекомендации. А во-вторых, раз им кажется это нудным и скучным, то не мешало бы сейчас мне прояснить ситуацию, витающий вот этот в воздухе вопрос, а для кого вообще эти мои видео? И для кого они предназначены? И для кого этот канал? Вы популярны! Нет, это витаминизация популярна, не я. Так много нервных больных, совсем некому колоть. Понятно, что я как врач должен снисходительно относиться к психическому нездоровью в условиях каловой интоксикации у некоторых пациентов, пишущих комментарии в теме про хронические запоры, но все-таки не мешало бы как-то пояснить ситуацию, для кого предназначен образовательный контент, и этот канал в частности. Это, во-первых, должны быть как минимум культурные люди с какими-то минимальными уровнями общего образования, хотя бы окончившие среднюю школу, умеющие писать и понимающие русский язык. Ну, и что все это значит? Изначально в ноябре 2021 года, когда я стал просто загружать на свой аккаунт Google, который назвал «малоинвазивная хирургия», свои какие-то операции, интересные клинические случаи, лекции для врачей, доклады, что я, кстати, и продолжу в будущем делать, несмотря на возрастные ограничения вот этого контента и неэффективность продвижения таких видео с операциями. Придумали бы что-нибудь поумней. Предполагалось изначально, что целевая аудитория канала будет именно молодые врачи, врачи-специалисты, которым тоже в образовательных целях не мешает иногда повышать свою квалификацию, знакомиться с интересными клиническими случаями, также студенты медицинских вузов, аспиранты, клинические ординаторы. Но постепенно я увидел, что материалы для пациентов востребованы людьми гораздо больше. Добавил вот этот плейлист «Аналитика здоровья» и стал добавлять также некоторые популярные лекции с уже немного упрощенной лексикой, чтобы люди понимали, и в том числе простые слушатели, без высшего медицинского образования. Но все равно это не совсем для простаков. Материалы содержат и будут содержать некоторую медицинскую лексику, в основном общеизвестные термины, но встречаются и достаточно узко специализированные, например, названия некоторых операций, заболеваний. Признаться, так я даже в этом не вижу особых проблем. Есть Google, есть другие поисковики. Вводите запросы, любое даже изначально непонятное слово, термин быстро становятся понятными, и вы тем самым обогащаете свой багаж знаний, свои компетенции, обогащаете вашу лексику. Учение – свет, а вот не учение – тьма. Всегда знания, полученные при самостоятельном поиске, усваиваются гораздо лучше, чем та уже готовая информация, которая была разжевана кем-то и положена вам на ложечке в ротик. Кто занимался когда-либо педагогикой или андрогогикой, это преподаванием взрослым людям, да и просто люди, обучавшиеся в вузах или даже в средней школе, все они прекрасно понимают и знают, подтвердят, что те предметы и дисциплины, где мы не старались, не прилагали никаких усилий, не страдали при получении этих знаний, не оставили в памяти ничего. Сегодня по прошествии некоторого количества лет никаких знаний не осталось. И в том числе память вытеснила эту информацию. А те темы, где мы сами прилагали усилия, или были строгие преподаватели у нас, или те, кто вынуждали нас делать и трудиться над этой работой, то мы и сейчас, по прошествии многих лет, помним эти дисциплины, помним эту информацию, помним этих строгих учителей. Так и с просмотром коротких обучающих видео. Без рефлексии и осмысления. Как правило, происходит, знаете, так. Вот в одно ушко влетело, в другое вылетело. Мгновенно. После просмотра YouTube Shorts или TikTok вы уже через час не вспомните, на какую тему вы вообще смотрели эти видео. От слушающего требуется рефлексия и анализ темы при просмотре видео. А это, в свою очередь, требует изначально какой-то уровень, знаете, базового интеллекта, общих знаний, хотя бы по основным предметам школьной программы, за среднюю школу. Люди с олигофренией, к сожалению, вряд ли смогут оценить контент на этом канале. Увы, хотя никаких предубеждений, конечно, к нездоровым людям у врачей и у меня лично, вот в частности, не может и по определению быть. Я, наоборот, стараюсь ответить даже на самый неграмотно сформулированный вопрос в комментариях, написанный с орфографическими ошибками. Да и вообще, помните мудрое высказывание древнего китайского мыслителя Конфуция. Я уже даже отвечал его в одном из своих старых видео. Конфуций говорил примерно так. Относись к людям, ко всем с добром и уважением, даже к тем, кто с тобою груб. Не потому, что они достойные люди, а потому, что ты достойный человек. Послушай, я тебя полюбил, я тебя научу. Но все равно материалы на этом канале теперь уже, к счастью, они, к сожалению, не предназначены для людей совсем уж примитивных, совсем невежественных, бескультурных, которые обязательно будут требовать к себе избыточного внимания и требовать, вы знаете, раздачи этих примитивных советов. Хочется отметить, что советы по лечению вообще могут раздавать видео исключительно безответственные люди. Обычно это делают шарлатаны от медицины. У них все просто и понятно. Например, пейте там перекись водорода или мажьте рану какой-то волшебной мазью. А при запорах делайте так-то и так-то. И никак иначе. Важно не дать конкретный совет, а помочь понять принцип, мотивировать. Это гораздо полезнее и важнее, чем сотни других советов, которые все равно никто не будет запоминать и соблюдать. Есть очень много всяких других каналов, где имеются простые решения практически к любой медицинской проблеме. И при любом заболевании. Где раздаются советы направо и налево. Где видео гораздо короче моих и без научного обоснования. Без ссылок на научные статьи, какие-то метаанализы или согласительные документы, клинические рекомендации и так далее. В конце концов, есть и развлекательный контент, куда вы сможете легко направиться и получить свой искомый дофамин или серотонин от развлечений. И не нужно будет писать мне злобные комментарии, хамить как-то, что-то требовать от меня. Просто нажимаете в правом верхнем углу на крестик и экрана на экране. И спокойно идете с миром. Отсутствие жалоб со стороны населения. Лучшая награда за наш труд. До свидания. До свидания. Если человеку неинтересна наука, если он склонен больше доверять бабушкам у подъезда или верить в различные конспирологические теории, то скорее тоже все с вами понятно и с вами будет не по пути на этом канале. Это не значит, что люди, склонные к вере в конспирологию, плохие или необразованные. Просто у них несколько иное мышление и им на этом канале будет дискомфортно и просто нечего делать. Вы такой образованный человек, не понимаете элементарных вещей. Да, вам может понравиться какое-то отдельное одно видео, вы нажмете подписаться, но затем все равно будете себя только истязать. Зачем вам это нужно? Лучше отписаться сразу от этого канала и перейти в YouTube Shorts, отправиться там, где короткие видео и обычно думать не нужно. Просто смотри и принимай все на веру. Людям без критического мышления не нужны такие видео и такие каналы, как этот. Им нужны простые, односложные советы с готовыми решениями. От этого канала лучше отписаться сразу. Он все равно не для вас, так как естественного желания познавать и исследовать, проверять информацию, вот этого критического мышления попросту нет. А есть ли желание получать готовые решения в виде волшебной таблетки или волшебного лекарства? И все-таки поверьте историку, осчастливить против желания нельзя. Хотелось бы здесь создать сообщество все-таки думающих, интересующихся людей. Даже если это люди простые, без особого образования, но они культурные, у них есть тяга к обучению и получению каких-то новых знаний в медицине о хирургических заболеваниях. И они интересуются. Доброжелательные, доброе общение, культурные, добросердечные коммуникации между людьми. Это то, чего добиться порой очень трудно. Людям иногда важно задать какой-то важный один вопрос, касающийся их здоровья. Ну, друзья, вы, конечно, видели дисклеймер в описании практически под каждым моим видео. Это никакая не консультация. Невозможно без осмотра пациента давать какие-либо прямые рекомендации. Мы с вами обсуждаем не пациентов, не конкретных людей, а ситуации, заболевания, общие подходы к диагностике и лечению. Если я что-то пишу по лечению или диагностике в комментариях, это не относится к конкретному пациенту, а лишь обезличенная информация о лечении, примененному к абстрактному пациенту или условной какой-то клинической ситуации. Если вы видите, что на канале, в каком-то канале хирург или любой другой врач назначает онлайн-консультации или дает ссылки на какие-то свои чат-боты или сторонние сайты, вы должны осознавать, что он делает это опрометчиво на свой страх и риск, нарушая некоторые принципы врачебной деятельности. И, кстати, не только этически. Это грустно или весело? Это печально. Печально, да? Ну все. Видео и комментарии – это исключительно не медицинская, а информационная деятельность, не направленная на диагностику и лечение конкретного пациента. К сожалению, телемедицина – это только, знаете, звучит современно и многообещающе. Не при всех заболеваниях и не при всех состояниях она, в принципе, осуществима и эффективна на практике. Если мы берем основные направления медицины, такие как, например, хирургия, терапия, то без личного осмотра, консультации практически невозможны. Дело в том, что медицина – это не разговор, это обязательный осмотр, пальпация, ощупывание пациента, перкуссия, выстукивание, аускультация или выслушивание трубочкой, вот этим стетофонендоскопом. Это нужно видеть цвет кожи пациента, цвет слизистых. Часто требуется специальный осмотр в условиях медицинского кабинета. Ну, знаете, проктолог, например, не сможет вас проконсультировать без пальцевого обследования прямой кишки и аноскопии. Это самый-самый минимум или той же ректором аноскопии. Часто требуется и гибкая сигмоскопия, колоноскопия, которые выполняются уже другим врачом-эндоскопистом. Иными словами, для постановки диагноза врачу очень часто требуются данные других дополнительных методов исследования и анализы. Конечно, есть заболевания и состояния, при которых диагноз ставится только при визуальном осмотре и дополнительных методов лечения обследования не требуется. Но этих заболеваний, к сожалению, не очень много. Можно заподозрить патологию и при описании анамнеза и жалоб, но все равно это будет еще не окончательный диагноз, а лишь предположение. Опираться на такую информацию окончательно никогда не стоит. Думаю, это понимает любой адекватный человек и зритель, слушатель вот этого моего канала. Не нужно просить меня в комментариях поставить вам диагноз по описанию симптомов. Это никогда не произойдет. Я могу лишь предположить, что-либо возможно подсказать, в каком-то направлении вас ориентировать. Вообще, куда вам думать? И навести на какие-то возможные заболевания и состояния, ускользнувшие из вашего вида. Но и так крайне не рекомендуется или вовсе запрещено заниматься самодиагностикой, самолечением. Итак, друзья, для кого этот канал, вы, возможно, уже прочитали в описании, но более важен именно вот этот критерий, о котором я сейчас сказал. Уровень общей культуры и общего образования. Желание узнавать новое, мыслить, рефлексировать над какими-то научными данными, явлениями, закономерностями, осмысливать какие-то жизненные вопросы. Почему канал так называется по-английски? Кто-то спросил, почему название некоторой видео на английском языке, латинице. Ну, конспирологи сразу это подхватывают и начинают развивать свои-то какие-то догадки. На самом деле, все просто. Это наиболее распространенный язык международной научной среды. Логика была следующая. Канал могут смотреть не только в странах наших постсоветского пространства, но и в других странах, где воспринимаются буквы латинского алфавита, в которых... Ну, во-вторых, я стараюсь всегда сделать автоматический перевод названия и описания на русский язык. Пока запросов-то не поступало на... Но могу перевести на родную белорусскую мову, на белорусский язык. Сейчас, вы знаете, автоматически создаются субтитры, позволяют смотреть переводом на любой язык мира. Хоть суахили, хоть хинди. Думаю, наши русскоязычные врачи с легкостью переведут название видео на английском. А вот англоязычный врач, напротив, даже если его заинтересует какая-то тема, редкий клинический случай или операция, то он, скорее всего, не нажмёт на видео, если название будет написано на кириллице. Вообще, друзья, я не вижу никакой проблемы языков. В Белоруссии, например, русский язык второй государственный. И это замечательно. Наше общее, можно сказать, мировое достояние, достижение культуры, великий русский язык. И отказываться от него не вижу никакого смысла. Я добро володаю и родной матчиной мовою, белорусской мовою, яка сам гонороджене, назаусёды, и под гуки бабулиной казачки, ведайте, застаётся у сердца кожного, саправданного белоруса. Але объектывно русская мова расповсюджена в свете значно больше, сгадитесь. Тому ёссвычайный разлик. Это большая аудитория, я есширыня. Чым больш людей глядзить виды, тем лепей, мне сдаётся на огул. Друзья, нет ничего плохого, что добрые люди, знающие русский язык, знающие английский язык в разных странах, посмотрят какие-то видео. Я считаю, русский язык – это и белорусское достояние, в том числе, не меньше, чем других стран, и мы имеем на него такие же права, как и все остальные русскоязычные люди. Если подумать, то многие мыслители, великие люди, родившиеся на территории современной Беларуси, внесли весомый вклад в развитие русского языка. Вспомнить того же Симеона Полоцкого, который по сути является одним из основателей грамматики русского языка. То есть он был просветителем, который основал этот язык. Так что мы, белорусы, не имеем права на двуязычие, имеем русский язык, и это очень-очень рационально, друзья, очень мудро. Вы знаете, мне таких слов никто никогда не говорил. Когда? Как нет ничего плохого в английском языке, как языке международного общения. Вообще, по определению адекватных и образованных людей, которые будут подписчиками этого канала, уже являются этими подписчиками. У таких людей вопрос языка или любой другой розни ксенофобии в принципе не может стоять на повестке дня по определению. Сегодня есть нейросети, которые могут любое видео при определенной обработке перевести очень качественно на любой язык мира. А любые проявления ксенофобии до добра никогда не доводят. Даже на первый взгляд безобидные. Вот некоторые в комментариях позволяют себе не просто обращаться на ты, но и указывать на какие-то особенности внешности. Пишут, мол, ты, доктор, сам имеешь лишний вес. Жалкая зрелища, душераздирающая зрелища. Кошмар. Друзья, на всякий случай повторю, это канал о хирургии и медицине. Мои особенности конституции или даже лишний вес не являются предметом обсуждения. Да, сапожник часто бывает без сапог. Если я или любой другой специалист в каком-то видео рекомендует употреблять в пищу больше овощей или клетчатки, то это не значит, что сам этот специалист всегда следует. Это просто международная рекомендация при хронических запорах, например. Неэтично спрашивать у любого незнакомого человека, который вы видите в первый раз, как он сам питается или ходит в туалет, или с кем он спит в постели. К сожалению, многим людям вопросы так-то, тактичности приходится объяснять. Подписчики на этом канале таких вопросов, конечно, не задают. У нас у всех внутри заложено вот это животное начало и не нужно позволять этому внутреннему животному вырываться наружу. Не вздыхай, так надо. Вы же понимаете, что указание любому незнакомому человеку на его лишний вес или оттопыренные уши, или нос с горбинкой, или там рыжий цвет волос, или национальность какая-то особая. Это тоже своего рода ксенофобия, только в легкой форме. Животное вырывается из человека наружу и пытается определить, ты не такой, как я, я вот худой, а ты нет, значит, ты мой враг. У меня вот нос ровный, а у тебя с горбинкой. Ты не такой национальности, как я, значит, ты чужак, значит, ты враг. Это эволюционно обусловленные черты любого животного, которое современному человеку мыслящему, духовному, цивилизованному. Конечно, следует в себе подавлять, не проявлять, хотя бы в общении публично, без особой надобности лучше не демонстрировать свое животное устремление. Вам же не придет в голову, например, справлять нужду на улице в присутствии других людей. Фу, как некультурно. Вообще, логика разделения лежит в основе деструктивных течений, таких как нацизм или даже фашизм. Те известные исторические деятели тоже измеряли черепа штангенциркулями, проводили гра между правильной внешностью и неправильной, кто толстый, кто рыжий, кто весь в веснушках. Это незрелая инфантильная реакция людей, как у детей в детском саду или в начальной школе. Они, как маленькие, знаете, несдержанные обезьянки, приматики, умеют находить изъяны во внешности друг друга и непременно высказывают это друг другу. Но по мере взросления человек должен понимать, что это неприлично, неэтично. По мере развития личности происходит угасание этого инфантилизма, когда мы обзываемся друг друга толстыми. Ты там толстый, ты худой, ты еще какой-то. Поэтому мне порой дико, как люди взрослые, легко так в комментариях под некоторыми видео впадают в инфантилизм и пытаются указать мне или кому-то на лишний вес, на неправильный цвет волос или на цвет кожи. Безобидно скажете? Да, пока безобидно. Но это первый маленький шажок в логическом ряду вот этого ксенофобия, рознь по внешним признакам. Далее, что будет? Нацизм и фашизм. Цивилизованный культурный человек улавливает этот такт, и не позволяет своему внутреннему животному, внутреннему фашисту вырываться наружу вот этой вот своей внутренней природной брезгливости и не позволяет просто брать верх над собой. А с вашей философией мы далеко не уйдем. Мало ли кто вам может не нравиться внешне. В конце концов, те, кто считает, что лишний вес хирурга или любого другого врача подрывает его экспертность его этой специальности могут просто не смотреть, закрыть видео, ни вас никто не неволит. Каждый второй хирург или каждый второй вообще житель планеты Земля сегодня имеет лишний вес. Не хотите, не смотрите, например, не ходите к диетологу лишним весом, понятно, что это основная специальность, но к хирургу все равно придется прийти, где возьмешь на всех худосочных вот этих специалистов. Вам же ставят, например, я не знаю, монтажники строят дома или строители, у которых может и не быть своего собственного жилья, своего дома. Сапожник без сапог. Это не является для вас критерием отбора при выборе строителя, инженера или любого другого специалиста. Для тех людей, кто не контролирует в себе животное, вот эти инстинкты, кто любит сеять рознь по любым признакам, то есть ксенофобию, таким людям тоже, увы, нет места на этом канале. Впрочем, удивляться не приходится. Этого следовало ожидать в такой день. Я описываю идеальную ситуацию, друзья. Понятное дело, что люди все равно продолжат извергать из себя вот это животное начало, демонстрировать всем свой инфантилизм и свою незрелость по поводу комментариев о слишком длинной, нудной, скучной лекции. Что я здесь тоже вам хочу сказать? То же, что я уже отмечал в своем старом философском видео о трех правилах для счастья. Считаю, что терпение, волевые задержки и трудолюбие это то, что отличает любого успешного человека от неуспешного, добросовестного, от недобросовестного или от лентяя. А когда пишут комментарии не досмотрела до конца, не выдержала этой нудной лекции, вы сами демонстрируете низкий уровень вашей усидчивости, вашей силы воли. Такие люди никогда не доводят начатое дело до конца. Начинают и тут же бросают. Не обижайся. Я тебе откровенно скажу. Возникает резонный вопрос, как такие люди, например, учились в школе или у них такой низкий порог терпимости, как они сидели за партами в университете или хотя бы в колледже, как готовились, сдавали экзамены, коллоквиумы, писали курсовые работы. Ведь там нужно было подолгу сидеть за учебниками, справляться с искушениями и ограничивать себя во многом, терпеть. Любой труд требует терпения. Терпим мы практически везде. Порой на работе, на учебе. Хирург, кстати, сжав зубы, тоже терпит, стоя на сложной многочасовой операции. Мы, кстати, не на операции очень сильно и потеем, и мучаемся, страдаем, изворачиваемся, чтобы и ноги у нас болят, чтобы стараемся, чтобы все прошло удачно и никто не жалуется. И только терпеливый может добиться успеха в хирургическом ремесле и в науке, и в учебе, и в бизнесе, да и в семейной жизни, в конце концов. Умение терпеть это залог крепкой и дружной семьи. Знаете, чем отличается хороший охотник от плохого? У обоих есть ружье, но неуспешный охотник, лежав в засаде и поджидая зверя, быстро утомляется, начинается дождь, и в конечном счете плохой охотник бросает это муторное и скучное ожидание и возвращается к своей семье без добычи. А хороший охотник отличается более сильными волевыми задержками. Он терпеливо выжидает свою добычу, мокнет под дождем, мерзнет, но в конечном счете добивается своей цели и когда получит заветный трофей в виде добычи убитого животного, возвращается в свою семью, но уже с едой и все ему рады. Ему достаются все лавры и почести, а нетерпеливому торопыге меньшее уважение. Терпение это важнейшее качество для достижения успеха в любой сфере. Не зря народные пословицы, впитавшие всю мудрость веков, гласят терпение и труд все перетрут, на всякое хотение имей терпение или Бог терпел и нам велел, терпи, казак, атаманом станешь. Когда Бога молят о терпении, то Он дает терпение или возможность это терпение проявить? Когда комментаторы под моим каким-то видео пишут что-то вроде не досмотрел до конца, выключил, они показывают практически нулевой уровень своей терпимости, своей толерантности к обучающим материалам. Им совершенно не важна эта тема и нет никаких мотиваций, раз они так написали. Все спешат куда-то. Ну, хочется, честно говоря, спросить, а куда вы так вообще спешите? Ведь с высокой вероятностью все равно за это сэкономленное время вы ничего путного не создадите, не сделаете. Все равно стремитесь лишь к развлечениям. У любого человека есть только 24 часа в сутках, ни минуты и больше. Вообще, спешишь ты или нет глобально, депозит общего времени не станет от этого, от этой спешки больше. От того, что вы откажетесь от образовательного контента и раньше усядете за компьютерные игры или за просмотр там сериала, например, вы только еще глупее станете. Ну, тупые! Аналогия, тот, кто, например, везде ездит на автомобиле, почему-то считает, что экономит много своего времени, но приезжая раньше с работы на полчаса в сравнении с тем, кто использует общественный транспорт, автобус, например, да, он приезжает чуть раньше домой, сядет на диван и эти полчаса проведет перед телевизором. Точно так же человек без автомобиля, во-первых, нанесет меньше вред экологии, у него нет автомобиля, во-вторых, пройдет пешком до автобусной остановки. Опять же, польза от прогулки. Сидя и читая полезную книгу в самом автобусе, он не будет нервничать и волноваться по пути домой за рулем, да, а несмотря на то, что в итоге приедет домой немного позже, но он получит сравнимые выгоды или даже гораздо больше, ведь у всех есть только 24 часа в сутках и у того, кто торопится, и у того, кто наслаждается жизнью и созерцает прекрасное вокруг себя. А, как известно, успевает всюду тот, кто никуда не торопится. Философское мировоззрение наряду с научным помогают иногда решать очень трудные задачи, которые с помощью мифологии и иллюзорных представлений невозможно решить. А все почему? И по какой причине? И какой из этого следует вывод? Вот такие критерии, друзья, повторюсь, если вы честный и порядочный человек, совестливый, неглупый, если вы любите науку и медицину, в частности, предпочитаете не постоянно ворчать, ныть и жаловаться на жизнь, склонны к рациональному анализу, предпочитаете действовать и находить самостоятельно ответы на свои вопросы, то этот канал для вас. Подписывайтесь на него и ставьте колокольчик, напоминания о новых видео. Если нет, если вы не такой или не такая, то лучше не подписывайтесь вовсе, чтобы потом не изменять себе. Благодарю вас. О, благодарю. Мне было так хорошо. Благодарю всех за внимание. Желаю крепкого здоровья, мира и добра, тепла в ваши дома. Берегите своих родных и близких людей. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok